Налоговые каникулы, введение в действие патентной системы налогообложения, а также о самозанятых гражданах. Эти и многие другие темы были повесткой дня заседания Совета по малому и среднему бизнесу. Одним из главных вопросов был закон о введении в действие патентной системы налогообложения. Подробнее об этом рассказал представитель межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы номер один по Смоленской области Алексей Козлов. Теперь это упразднено. Теперь за каждого работника к стоимости патента добавляется фиксированная сумма. И рассчитывается уже, ну скажем так, кому было три работника, им будет выгоднее, чем было в прошлом году. Потому что они платили как бы за пять максимально возможно, а так за три соответственно будет меньше. Также изменения коснулись и тех, кто осуществляет деятельность по сдаче в наем жилых и нежилых помещений. Если раньше считалось от количества объектов, то теперь считается от квадратных метров. Рассчитывается потенциально возможный доход на один квадратный метр. Выходит, что в Десногорске потенциально возможный доход с одного квадратного метра 4800 рублей в год. А стоимость патента, также на один квадратный метр, будет равна 288 рублей. Еще один важный вопрос заседания о самозанятых гражданах. Им предлагается выйти из тени и работать официально, выплачивая налог государству от 4 до 6% от заработанного. При этом за неуплату в казну полагается штраф. Но такой налоговый режим на территории Смоленской области пока не действует. Я видел одно письмо, наверное, в ФНС оно было, в котором говорится, никто не запрещает вам проехать в Калужскую область, там сферироваться и вести деятельность в другом месте. Следующая встреча совета пройдет в 2020 году. Ну а пока у предпринимателей еще есть время подготовить новые интересующие их вопросы. Олег Соловьев, Ксения Вишкова, Юлия Соболева, Александр Ирофеев, Десна-ТВ.